Когда и предметы все знакомы, но увидеть их снова сплошное удовольствие. Почти век сервизы провели в заточении в тайной комнате. И эта история повысила княжеское добро до уровня царского дворца. Теперь все предметы здесь, и серебро Нарышкиных очень идет в золотой инфиладе Екатерининского дворца. Начищенная до блеска, до совершенно парадного состояния. Год назад царское село получило всю коллекцию Нарышкинского серебра, которое и так было в превосходном виде. Но чтобы впервые выставить его, пришлось еще поработать. Наш дворец очень пострадал в годы войны. Мы лишились большей части своих экспонатов. Поэтому такие дары, две тысячи, более двух тысяч предметов, для нас это, конечно, просто дар рождественский. Беспрецедентный случай. Сразу две тысячи предметов и в таком потрясающем состоянии. Целые сервизы – это тоже редкость. Не просто тарелка, а горы тарелок на 12 персон. К ним соусницы, сухарницы, чарки. Вроде все одинаковые, но надписи внутри разные. И курица пьет, или загорелась душа до винного ковша. Это у нас братина, или же это крешоница называется. Братина от слова братация. То есть вот сосуд, который объединял людей, потребляющий напиток из вот такого сосуда. То есть они черпали? Они черпали, да. Они могли поставить, чтобы не пролилось, например, на решетку. Пили крюшон. В арбуз добавляли вино, например. А заканчивался пир чаепитием. 12-килограммовый самовар 900-й пробы. Такие вещи не покупались в магазине. Самовар Нарышкины нашли, скорее всего, на выставке. И под него уже делали остальные предметы на заказ. Клейма знаменитого серебряного мастера Игната Сайзикова и тут. И на 16-килограммовых канделябрах в нево русском стиле. Здесь мы видим народ-труженик, но народ-труженик не исполняющий тяжелые повинности, бремя такое своеобразное, а довольные, счастливые своей жизнью. Прыгают, скачут, там хороводы водят, играют на балалайке, играют на гармошке. В 1917-м Нарышкины вместе со слугами бережно упаковывали свое добро в газеты и в тряпицы, пропитанные уксусом. Конечно, надеялись вернуться, забрать, но не случилось. Умерли бездетными в Париже. В 2012-м при реставрации особняка Нарышкиных клад был обнаружен. 500 килограммов серебра высших проб почти на всех предметах. Клейма западных и русских мастеров. Точность работы поразительная. Выполнены очень натуралистично в виде букетов цветов из золота и серебра разного цвета. Декорированного эмали. Очень тонкая, изящная и почти ювелирная работа. Теперь все это великолепие наконец доступно. Любой может увидеть роскошные сервизы петербургского дворянства.